Встретились, как познакомились, как началось ваше творчество и ваша история. Раньше пели вообще другие песни, да? Да. Раньше были в составе группы «Мираж», а потом вот так вот все получилось. Да, группа «Мираж», потом группа «Трафарет». В 1982 году начиналось все с коллектива «Мираж», потом много лет было. В смысле? Подождите. Я же пошутил, Владимир. Вы попали, в «Мираже» я играл. Вы прямо попали. Да ладно. Да, точно. Можно посмотреть наши «Контакты», там в «Контакте» это прописано. Да, мы там с фотографией, еще молодые парни, с волосы до плеч. Да ладно. Точно, точно. Мужская группа «Мираж». Вы играли в группе «Мираж»? Ну, не в той. Совсем нет. Вот, потом большая пауза, и вот пять лет назад мы опять все встретились с коллективом. Это была группа «Трафарет». Ну, и начались репетиции по подвалам, и как-то мне это подлоело маленечко. Я стал искать голос, потому что голос там был неважный, ну, не очень. И роста никакого не было. Это все было, как говорят, под рюмочку. Ни роста, ни голос. Ни смотреть, ни слушать. И вот тут я ищу вокалистку, и оп, вижу, что есть кадр. И рост неплохой. Рост был непонятен. Была фотография с такими пронзительными глазами. Голос непонятным был, но было заявлено, что есть. Позвонил все. Свободно. Ну, сразу скажи, да, было объявление на сайте музыкантов, анкета моя выложена. Он там искал. Он нашел на Трунсу на анкету. Оказывается, свободно для пения. Вот, в этом смысле, свободно для пения. И мы встретились, попели. Юля, а вы как пришли к музыке вообще? И что происходило в вашей музыкальной жизни до Владимира? Знаете, наверное, никаких секретов, каких-то интересных историй нет. Наверное, все обычно. Я закончила музыкальную школу по фортепиано. Я дико не любила музыкальную школу. То есть просто закончила для папы ее. А зачем вам Владимира? Вы же можете сами себе акомпанилировать. Вот не любила. Видимо, оказывается, я не играть хочу, а петь. Ну, собственно говоря, закончила музыкальную школу. Закрыла нотную тетрадь и пошла дальше учиться. Проверяйтесь. Да-да-да. Совершенно не по музыкальному образованию. А что у вас за образование? Образование у меня. Я менеджер-финансист, институт государственной службы. То есть я, по сути, на обслужбе должна была работать. Ни дня не работала. Да ну ее! Да, как это бывает. Государство, это я спою вам, давайте лучше. Да, ну и когда пошли все караоке, эти все форматы открываются, ну и я стала попивать, скажем так. Пивать. Много. А вам видно, что вы много поете. Да-да-да, именно так. Ну, собственно, потом родилась уже идея свою группу создать, ну, как говорят, мысли материальные. Вот, собственно, Владимир и был один. Нет, у меня до Владимира в группу я ходила, в одну из групп, на, скажем, на собеседование, как это сказать, на прослушивание. Народный коллектив. Да, в народный коллектив я не подошла. Народные песни как-то не пошли тебе. Да-да-да. И, собственно, второй этап, это уже был Владимир. Любовь к джазу победила. Да-да-да-да. И уже была в группе «Трафарет», где, собственно, как сказал Владимир, уже любили так для хобби попеть для себя, для рюмочки. Я говорю так, у меня амбиции много, хочу на сцену, хочу покорять всех. И Владимир согласился, от всех ненужных людей мы решили идти. И вы остались вдвоем. Мы остались вдвоем. Это наш основной состав. Джаз мы еще услышим. У нас в гостях... Группа «Музыка снов» Ланя Рашвецкая, Юлия Демидова, еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Это мы. Мы пели кавер-версии разных песен и до рекламы, и хотелось бы спросить, не было ли у вас, хотя, наверное, было, ведь вы перечислили несколько коллективов, в которых вы работали до этого, какая-то своя музыка? Своя история, да. Или, может быть, что-то готовится уже. Да, мы планируем выйти на, так сказать, музыкальный рынок. Но не рынок, а рынок – это что-то экономическое. У нас, в принципе, мы работаем каждый на своей работе. У нас есть профессиональные навыки, профессиональные интересы. А это для нас хобби, это для нас душа. Поэтому это не рынок, это, наверное, такое поле творческое. С новыми песнями, с новой музыкой. Я, ну что, пытаюсь сочинять в неоклассике. Джазовые пристрастия – это Юля. И, видимо, мы как-то сочетаем это. Хотя вот джазовых русских, отечественных, такого нет, но мы пытаемся перед английским переложить на джазовые ритмы. Так что вот есть такая перспектива. Когда, как скоро мы услышим ваши песни? Ну, я думаю, нам месяца два-три надо на подготовку. Ну, это довольно скоро, что ли. И будет уже с вашим материалом, да? Да, наработки есть, поэтому мы… Хотелось бы блеснуть, но я думаю, мы не будем отмечаться сейчас. Вам комфортно работать вдвоем? Или, может быть, вы подумываете о том, чтобы расширить коллектив? И, если что, у вас сейчас есть возможность позвать кого-нибудь в группу. Мы же с вами… А, видите, какая предыстория? Мы когда ушли, у нас не было такого наработанного, наработанных площадок, где можно было бы выступать. Мы были неизвестны. Мы, в общем-то, стали радовать людей, которые можно играть бесплатно, которые нас всегда ждут. Мы занялись благотворительной деятельностью. Благотворительной деятельностью. Мы объехали за прошлый год много санаториев перегиратных, домов престарелых. Очень такое чувство, прямо не передать, наверное, когда смотришь в глаза этих стариков, они там сидят, они никогда ничего не видят. В принципе, филармония выступает по обязаловке, но это не так часто. И мы старались выезжать, играть. В принципе, мы это не оставили идею. И вот вдвоем это был тот формат, который всех устраивал. И слушатели, и нас. Потом, когда мы пошли уже более по джазовому направлению, мы подключили ритм-группу, бас-группу. Без этого джаз не джаз. Поэтому вот… То есть у вас есть какие-то друзья, с которыми вы периодически сотрудничаете, да? В каких-то композициях конкретных. Очень интересная последняя находка – это… Максим Мельников, инструмент кахон, ну, с испанского коджон. Вот буквально вчера у нас был концерт в трубе, джаз-клуб труба. Заключительный, к сожалению. Заключительный прощальный концерт с закрытием трубы. И вот там были первый раз с Максимом Мельником, с нашим специальным гостем, инструментом кахон. Джаз и кахон. Я думаю, что это, да, определенная… Что это за инструменты? Чайник, на котором… Ну, ящик сидят на нем и стучат, помнишь. К нам приходили, конечно. Да, просто стучать можно, конечно, по-разному. Джаз супер, конечно, был. И необычный просто такая. Вот так. Кто вас вдохновляет в качестве кумиров? Ну, знаете, кумиров много, и мировых, но, в принципе, вот Элла Фиджеральд… Ну, это да. Если говорить про вокал, безусловно, я придерживаюсь, если разбираю какие-то сольные вокальные партии, это Элла Фиджеральд. Это для меня кумир и пример для подражания, да, касаемо направления джаза. А вас кто вдохновляет, кроме… Ну, если не касаться вокала? Есть такой пианиц джаза и Петерсон – это классик мирового джаза, очень интересные композиции, переработки известных произведений, авторские произведения Петерсон, ну, известные в мире джаза, в принципе, такая сфера музыки для, ну, не сказать, чтобы эстетов, но очень узенькая, наверное. Вы прямо нашли себя в джазе, я так понимаю. Ну, да, мне нравится вот эта ритминга, вот этот вот ритминговый группа, синхопы. Да ладно, давай по-честному джазу, это я люблю, это я… втянула его, как говорится, заставила… Вспомни, когда мы ушли, детчат джаза вообще не было. Ладно, кто первый начал, это уже второй вопрос, давай. Мы даже обучаемся, Владимир даже учится, да. Мы учимся у профессионалов музыкального училища, у Татьяны Сидневой учится Владимир. Я обучаюсь у Натальи Соболевой, известной джазовой певицы, поэтому мы практикующие, практикуем… Мы студенты. Да, мы студенты. Всегда хочется совершенствования, да, потому что… Это правильно, учиться никогда не поздно, и когда об этом говорить, как ни в День защиты людей? Как ни в День защиты детей, как ни в День защиты детей. Как ни в День защиты, никогда не поздно учиться сейчас. Давайте споем еще. Да, давайте. Теперь, наверное, вы споете уже то, что вы поете, да? Да. А не то, что мы попросили вас специально подготовить. Потому что джаз все-таки он такой минорный. А тут надо что-нибудь такое. Субтитры делал DimaTorzok 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 Группа «Музыка основ». Слышно, что вы здесь, в своей тарелке. Да. Да. Басаново и джаз – это очень близко, это очень этично, очень драйвово. Айвова, позаводящие такие вещи, танцев и послушать. Спасибо. Пожалуйста. Ну а теперь по традиции, забавная история из жизни. Ну она такая забавная, она с содержанием очень глубоким. Я большой поклонник Соболева Наташи, вокального нашего вокальной звезды. Много лет, и я обратился к ней, когда мы вышли на джазовый уровень, обучать нашу Юлию прекрасную. Она согласилась, и это было замечательно. Также у нас известный очень мой, я бы его поклонник, Женя Серебряников, Евгений Лич. Вот, он международный, и международный пианист, джазовый известный, тоже Мурова, преподаватель. Он закончил консерваторию. И хотелось к нему попасть. Легендарный, я бы сказала, легендарный. А, то есть я продолжаю историю, то есть у него вот так вот. Ну история на двоих. Вот так вот, да. У него история, можно я тогда докончу то, что начал ты. Да, то есть ему всегда нравилась Наталья Соболева, мы вообще еще знакомы даже не были. И он всегда ходил на ее концерт, а потом выяснилось, что я стала ее ученицей. Это, наверное, некое какое-то, не знаю, совпадение, продолжение его мечты. У меня, знаете, незабавная, можно я незабавную историю расскажу? Я просто расскажу историю, которую я не... Минутка осталась, все, что вы успеете, то я расскажу. Все, по сути. Значит, есть такой Евгений Серебренников, про который сказал, про который сказал Владимир. Он оказался моим родственником, вы не представляете. Я поняла, что это по родове у нас все передается. Да, и узнала случайно, увидев афишу в трубе, читая, где он родился. Вижу, что он родился в моем поселке. Звоню маме, мама, ты такого знаешь? Это, говорит, твой дядя по четвертому карьеру. У меня вот такие глаза, эмоции. Ну, мы с ним познакомились, все, и нашли общих родственников. Правда, дядя оказался? Программа «Жди меня». Благодаря афиши. Это было вообще, это последняя новость моя, от которых у меня эмоции до сих пор, что известно джазовый... Да, вот это в венах. Случайностей не бывает, как известно. Здорово. Мы вам желаем расширять свои семейные традиции. Спасибо. Все получится. Группа музыкоснов Владимир Швец и Юлия Демидова были у нас в гостях. Еще раз благодарим. Спасибо. Спасибо. И мы тоже всех благодарим. Впереди выходные. Отдохните хорошо, друзья, потому что потом шестидневка. Не надо, о плохом сегодня праздник все-таки. Давайте все. Салаваева Настя. Александр Часовицин. Виолетта. Да, всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока. Еще раз, да, всех с первым днем лета. Салаваева Настя.